Правонарушения, совершенные подростками, трудные жизненные ситуации в семьях и, самое главное, профилактическая работа. Эти и другие вопросы, касающиеся воспитания детей, обсуждали на конференции. По словам Натальи Агафоновой, в работе с семьями должен быть индивидуальный подход, а во главе угла – интересы и права ребенка. Трудные семьи – это те семьи, которые имеют трудную жизненную ситуацию, остались без работы, которые не выполняют свои обязанности по содержанию, воспитанию, обучению своих детей в силу, может быть, асоциального поведения. Комиссия по делам несовершеннолетних должна принять все меры по защите прав этих детей. Анапу выбрали местом проведения конференции не случайно. В крае считают, что здесь можно заимствовать положительный опыт. В курортный сезон сюда приезжает огромное количество семей с детьми. На местные органы по делам несовершеннолетних ложится большая нагрузка и ответственность, с которой, по мнению краевых специалистов, они успешно справляются. Анапа может поделиться своим опытом организации деятельности всех органов системы профилактики по работе с вот такими семьями, по оказанию помощи детям. Здесь есть чему поучиться. Денис Дырда приехал на конференцию из Геленджика. Говорит, что на таких площадках по обмену опытом получает ответы на многие вопросы. Полезно пообщаться с коллегами других муниципалитетов, у которых есть, допустим, похожие примеры и узнать, как они организовали эту работу. И насколько она была эффективна и к какому результату она привела. За год в Анапе оказали помощь примерно 2000 так называемых трудных семей. Регулярно после исправления ошибок их снимают с учета. Бояться вовлечения комиссии не стоит, ведь она призвана помогать и сохранять семьи.